снова здравствуйте это наше если я не ошибаюсь шестое занятие значит продолжается у нас практическая работа сейчас мы будем заканчивать построение вот этой вот задвижки защелки как ее там как-нибудь когда-нибудь мы ее назовем итак что мы делаем сейчас нам нужно отверстие отверстие у нас пойдет через кривая где-то у нас тут построено да вот она кривая так 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 мы ее сейчас экструдируем вы куда я полез извините вот сюда нам надо так мы и экструдируем в обе стороны закрыта миллиметров по 40 наверное чет вот мы ее вытянули так из чего нам ее нужно вычесть ее нам нужно вычесть из вот этой поверхности так чит кривые мы можем смело пока отключить эту мы сейчас копируем и вставим еще раз то есть control c control и и делаем отверстие вычитанием булевой операции одно из двух вычли это пока спрячем до лучших времен да то есть видим что у нас все хорошо вычитание прошло успешно так значит еще момент судя по первоисточнику нашему да то есть у нас здесь присутствует еще какая-то основа сейчас мы ее быстренько дорисуем то же самое значит взяли на кривые взяли мы так есть у нас кривая есть у нас кривая так мы ее сейчас со всеми миллиметров на 10 я так думаю думаю чет вот мы ее взяли показали в какую сторону 10 миллиметров мы давали как-то у нас все это плачевно закончилась почему не знаю сейчас еще раз кривую в эту сторону да вот теперь все хорошо так эту кривую мы сейчас сколько она у нас там пусть это будет у нас 8 миллиметров мы сейчас на 8 миллиметров экструдируем так на этот раз в одну сторону закрыта 8 получилось у нас поверхность вот это мы на слой кривых перебросим слой кривых пока выключим так здесь у нас мы сейчас скруглим кромочку поторопился так радиус пусть это у нас будет 5 миллиметров скруглили сейчас мы ее на если не ошибаюсь 20 миллиметров вверх поднимем да не ошибаюсь так ну вот обрастаем подробностями потихонечку да где наша палочка вычиталочка мы ее сейчас еще раз наверное скопируем так и спрячем ту которая не нужна эту мы еще раз булевой операцией весь из вот этой мы вычтем вот эту за эту вот эту ось установить в какое-то положение так и и сейчас установим давайте ее сделаем цветом каким-нибудь интересным да чтобы она у нас выделялось пусть она будет какая-нибудь там зеленая у нас чтобы глаз не резала так и значит измеряем расстояние 30 миллиметров насчет мы ее сейчас на 30 миллиметров поднимаем что видим видим вот она у нас встала значит даже наверное для портретного сходства с оригиналом мы сделаем вот так мы ее сейчас на 2 миллиметра вернем и снимем ей фасочку фасочку мы снимем ой не туда вот такой операции значит радиус 2 миллиметра все получилось вот она у нас торчит это плюшка но я так полагаю что она крепится на смерть да вот к этой детали соответственно на самой щеколди она свободная иначе как она ходить то будет так ну вот значит как-то мы закончили вот это построение теперь нам нужно сделать то за что будет цепляться она